В декабре 2013 года был завершён первый этап запуска производственного комплекса, где заработали шесть производственных линий на сумму в 1,7 миллиарда тенге. Было создано 100 рабочих мест. Наша компания работает совместно с турецкой «Картал Карпес», а фабрика является единственной Южно-Казахстанской области современной фабрикой по выпуску ковров. В год мы выпускаем 2-3 миллиона квадратных метров ковров и ковровых изделий. Во втором полугодии нынешнего года на предприятии планируют завершить второй этап. Это означает, что будет осуществлён запуск предельной фабрики, которая обеспечит целью все 26 линий предприятия. Будут созданы 150 рабочих мест. Следующая наша цель – это снижение цен на нашу продукцию. Мы хотим нашу компанию вывести на новый уровень и наладить сотрудничество с французскими и германскими компаниями, с которыми уже подписаны предварительные документы. Сейчас мы продаём изделия на внутреннем рынке, но вскоре планируем наладить экспорт в страны Средней Азии и Китай. Наши товары на 10% дешевле, чем импортные ковры. Уже в 2015-2016 годах заработают на предприятии 20 производственных линий на сумму 6 миллиардов тенгей и дополнительно будут созданы 360 рабочих мест. «Я услышал, что открывается эта фабрика. Пришёл сюда, и меня направили на обучение в Турцию на 4 месяца. Я там научился работать именно в сфере шитья, работаю уже больше года. Сначала наносим нужные цвета на основу, потом станут ткёт ковёр по дизайну, который ему был задан». Огромное количество самых разнообразных рисунков на ковровых изделиях различных размеров, большая автоматизация производства не могли не прийти по душе главе государства. Нурсултан Назарбаев с интересом познакомился с производством, в своём роде уникальным для нашей области. На предприятии предоставили рабочие места даже людям с ограниченными возможностями, предложив такую работу, где физические недостатки не будут заметны. С момента выхода на полную мощность фабрика будет обеспечивать 60% рынка республики и экспортировать до 1-2 миллионов квадратных метров ковровых изделий.